Ну, понятно, что разнообразному обществу нужно множество телеканалов. У нас катастрофически не хватает специализированных каналов по разным видам занятий и увлечений. И в этом смысле наше телевидение, конечно, бедновато. Но еще один канал, пытающийся охватить сразу весь спектр интересов всего общества, вряд ли изменит что-нибудь всерьез в уже сложившейся картине. Ну, а если этот канал провозглашен общественным, то есть ни от кого независимым, то понятно, что он будет развиваться по тому же пути, по какому развивалось общественное российское телевидение, созданное в 95-м году. А именно по пути приватизации менеджмента. Известно, что в ОРТ тогдашнем все члены совета директоров, официально представляющие государство, голосовали в интересах Бориса Абрамовича Березовского просто потому, что он им доплачивал за такие голосования. Ну, то есть не напрямую за голосование, просто он им платил из своего кармана больше, чем они получали официально от ОРТ. Ну и, естественно, они не кусали дарящую руку. Думаю, что и здесь будет то же самое. Если у канала нет внятного, явно декларированного владельца, то он падет жертвой первого, кто захочет стать неявным и недекларированным владельцем. Ну, а если будет выстроена какая-то система официального государственного финансирования с надзором за тем, чтобы канал соблюдал интересы государства, тогда не очень понятно, чем он отличается от всероссийской государственной телерадиокомпании с ее каналами Россия, спорт, вести, культура и так далее. Думаю, что добавлять к обширному спектру российского телевидения канал, предназначенный специально для тех, кого с других каналов выставили, это уже лишнее.